Приветствую всех! Сегодня у нас съемка с монитором Бэнкью, и мы будем снимать еду. Почему? Потому что, не боюсь этого сравнения, но монитор Бэнкью нужен на съемках, так же как хлеб к обеду. Зачем мы будем снимать еду? Ну, я могу назвать сотни причин. Во-первых, это очень востребовано. Это очень интересно, за это платят. Это точно может повысить ваш уровень как фотографа, потому что вам придется выставлять композицию, пользоваться светом, и еще очень много причин. Давайте начнем. Фотошкола, 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 что нам понадобится? Конечно, фотоаппарат у меня Nikon D810, и я поставил на него телеобъектив. Ну, вообще еду хорошо снимать телеобъективом, потому что широкоугольный объектив даст искажения. Все, что будет на заднем плане, будет маленькое. Это будет некрасиво и нереально выглядеть. Обычно я пользуюсь своим макрозумом 105 мм. Великолепная проработка. Еда выглядит абсолютно реалистично. Но здесь, вы видите, хлеб достаточно большой предмет. Макросъемка нам не понадобится. И я хочу снять объективом 70-200. Вот даже буду снимать, скорее всего, 10 мм издалека, чтобы максимально приблизить хлеб, оторвать его от заднего плана. Будет красиво. Естественно, нам понадобится свет. И я хочу взять вспышку ProFoto D2. Это самый последний моноблок ProFoto. Очень хороший свет, красивый, точный. Сразу отвечу на вопрос, что делать с меня нет такого моноблока. Ну, конечно, приобрести его. Шучу. Возьмите любую другую вспышку. Возьмите накамерную вспышку. Нет ничего. Возьмите какой-то источник света. Может быть, лампочку, настольную лампу. Все, что придумаете. Но мне интересно делать съемку с новыми приборами, чтобы рассказывать вам о новинках. Что нам еще понадобится? Конечно, нам понадобится съемочная поверхность. В данном случае это вот такой поддон из 12 урока. Надеюсь, все вы его уже посмотрели. Естественно, хлеб. Я купил его в различных магазинах. Вот такая корзиночка. Тоже недорогая. Тоже купил в каком-то из магазинов. О чем вообще съемка еды и в данном случае хлеба? Наша задача – любоваться вот этими фактурами. Вообще, это очень полезное занятие для фотографа – любоваться фактурами, уметь их снимать, уметь их освещать. Старая фактура дерева. Вот фактура каких-то вот таких корзиночек. Естественно, великолепная фактура. Вот видите, хлеб украшенный семечками, орехами и прочим. Всем этим очень здорово любоваться, освещать, выставлять какие-то композиции. Очень полезное занятие. Я приключил фотоаппарат к монитору. Видите, с помощью провода. Поэтому все, что я снимаю, сразу будет видно. Это очень удобно. Можно сразу проверять свою композицию, находить какие-то огрехи, мелочи. На маленьком экране фотоаппарата не все сразу видно. На мониторе гораздо удобнее. Тем более, мы снимаем еду, никто никуда не убегает. Все можно очень спокойно выставлять, освещать, менять. И этим мы сейчас и займемся. Давайте составим композицию. Ну вот, на мой взгляд, неплохо получился такой хлебный букет. Добавлю сюда еще вот такой хлеб. Что-нибудь подложу, чтобы был чуть-чуть повыше. Мы сделали композицию. Теперь нужно поставить цвет. Я предлагаю прямо вместе с вами выставлять цвет. Будем делать какие-то ошибки. Искать различные варианты. В результате снимем красивую картинку. Возьмем нашу вспышку D2. Видите, она снабжена таким... Вот, выключу пилот. Видите, она снабжена таким вот матовым стеклом. И не требует никаких дополнительных насадок. В данном случае это такой источник яркого, жесткого света. Попробуем осветить им нашу композицию. Ну, естественно, снимем. Ну что, получилась вполне симпатичная картинка. Воображаемый заказчик радостно потирает ручки. Говорит, супер, меня все устраивает. Это может быть рекламой магазина. Может стоять на витрине. Любое использование. Но мы же перфекционисты, да? Мы на этом не остановимся. Надо отметить приятное известие, что, видите, одной вспышкой можно снять очень неплохую картинку. Но что мне не очень нравится. Посмотрите, просто такой вот заливающий свет. Да, красивая тень, красиво все отражается. Но мы просто заливаем всю картинку одинаковым светом. Давайте сделаем какие-то такие световые пятнышки. Я немножко поменяю нашу корзину, ну, чтобы было интересней. И мы продолжим. Ну, вот как так. Не все батоны уже сохранились. Нижние части отъедены, но выглядит вполне прилично. Давайте попробуем, что нам понадобится. Я уже говорил, что я хочу сделать вот не просто свет, а хочу сделать какие-то пятнышки. Нам нужна вот такая маска. Она может быть любой. Лучше ее, конечно, заказывать в Италии, чтобы вам сделал какой-нибудь дизайнер. Шучу. Она делается легко своими руками. Форму можете придумывать сами. Экспериментируйте. Ну, я сделал вот такую. Посмотрите. Я закрепил на стойках нашу маску. Та же вспышка. И я сделал свет потемнее, чтобы вам просто было лучше видно наши пятнышки. Включаем пилот вспышки. Вы понимаете, что вот у нас уже стала такая, видите, пятнистая поверхность. Смотрите. А я меняю высоту вспышки, опускаю ее ниже, выше, вправо, влево. Я могу менять наши пятнышки. Могу двигать маску ближе дальше. Понятно, что все это очень влияет на рисунок. Ну, такая увлекательная работа. Вы, как художник, рисуете вот светом. Давайте воспользуемся нашими пятнышками. Объектив сейчас примерно 120 миллиметров. И мы получаем вот такое изображение. Посмотрите. На мой взгляд, неплохо. Видите, мы придали вот нашими пятнышками больше загадочности. Какой-то такой, знаете, уже слегка сказочный свет. Возможно, мы слишком пересвечиваем стенку заднюю. И, может быть, хочется чуть-чуть поярче вот эту сторону. Хлеба. И, может быть, даже ящик. Давайте что-нибудь придумаем. Вот у меня есть еще такая картонка из какого-то урока. Просто поставлю и немножко перегоражу наше окно. Пусть оно будет темнее. И если вы еще не приобрели себе вот такие отражатели манфрота, то возьмите хотя бы обычную пищевую фольгу и давайте с помощью ее сделаем какие-то отражатели. Наклоняя отражатели, видите, мы можем формировать свет, придумывать какие-то блики. Давайте я покажу из отражателя манфрота и еще какие-то кусочки сделаю фольгой. Вот у нас опять поменялась картинка. Чтобы сделать мою картинку немного более загадочной, чуть-чуть смягчить изображение, я решил применить вот такой пластик полупрозрачный. Тут, конечно, важно выбрать, чтобы он был не совсем прозрачный, но и не очень плотный. Так вот получился полупрозрачный. Давайте прикрепим. Естественно, мы смягчим картинку. Цвет будет более мягкий, но в то же время достаточно заметные пятнышки. Вот так. И теперь я хочу сделать еще одно ноу-хау. Конечно, это придумал не я. Очень давно мы этим пользовались. Мы брали стеклышки, носили на них вазелин. Я об этом уже рассказывал. Давайте возьмем вот такой пластик, отрем его. Можно руками, может быть, каким-то кремом. Важно, чтобы на нем были какие-то, знаете, масляные или жирные разводы. И сделаем совсем сказочную картинку. Может быть, кому-то придется повысить контрастность. Понятно, что двигая такой самодельный фильтр, получаем совершенно разные эффекты. Вот видите, наша картинка смягчилась, приобрела некоторую загадочность. И мы получили, знаете, вот такое изображение, ну, в таком, знаете, вот российском стиле. Это неплохо и нехорошо. Мы любим, когда у нас хлеб такой, знаете, теплый. Картинка такая вот мягкая. Но мне хочется все-таки создать какое-то более европейское, даже я бы сказал, скандинавское изображение. У них все более холодное. Такие выдержанные, холодные, монохромные цвета. Как мы можем поменять ее? Давайте сделаем другую температуру. Здесь у нас температура примерно 5500 кельвина. Давайте поставим там 3500, 3700. И посмотрим, что получится. Вот смотрите, у нас стоит 5560. Давайте сделаем, ну, вот 4000 кельвина. Естественно, картинка будет холодной. Я думаю, что вы уже прониклись таким занятием. Понимаете, что снимать еду – это очень интересно. Это заряжает вас, это затягивает, это вдохновляет. Кого я пытаюсь обмануть? RF Models, пожалуйста, пожалуйста, пришлите срочно пару моделей в студию. Очень срочно. Вспышка D2. Зум-рефлектор. Мы его поставили на четвертую позицию, чтобы сделать более сконцентрированный пучок света. Видите? Нажение. Все очень. Такой жесткий свет. И я решил специально пересветить. Я специально поставил вспышку гораздо мощнее, чтобы сделать такое выбитое изображение и увеличил контраст. Будет такое темное и светлое. Пончики. 100 единиц. Диафрагма 11. Вас интересует такой объектив. 24-70 стоит 70 миллиметров. Снимаем Женю. Пончики. Женя. Еще выше горло. Чуть-чуть. К Жене и пончику присоединяется Зара. Кольцевая вспышка. Я уже рассказывал о ней. Утро-завтрак. Вы видите, насколько может быть увлекательна съемка еды. Моноблок D2 профото. Я поставил его, видите, на четверочку, чтобы сконцентрировать максимальный пучок. И если бы я светил им просто так, был бы достаточно жесткий свет. Ну, я решил применить прием, который обычно используется в кино. Здесь стоит рассеиватель Last Alight. Тот рассеиватель, который используется обычно на улице, когда яркое солнце. Его вот ставят. И он здорово смягчает картинку. У нас здесь нет солнца, но у нас есть практически солнечный источник света. Женя использовал вместо платьев кучу булок. Такая у нас получилась булочница. Мы кормим моделей. Такая боготворительная съемка под кормку моделей. Получается мягкий свет. Объектив 70 мм. 24-70, но я ставлю 70. Диафрагма 7,1, потому что рассеиватель поглощает свет. Мы снимаем кадр и ее батоны. Так вот. Да-да-да. Отлично. Как красиво. Булочное божество. Отлично. Идем дальше, да? Чуть-чуть лицо поник. Красиво. Зара. Палец. Макарони. Называется кадр. А ты возьми вот так вот это все. Сожми вот эту вот эту руку. Сожми. А пробуй, да? Такая. Ага. Ес. Класс. Безумие вообще. Ой, красиво. Мои это стороны выглядело не так красиво. Говоришь, сладко не видишь? Ха-ха-ха. Просто помнись мне. Ага. Чуть-чуть. Вот так, закроют. Чуть-чуть меньше. Красиво. Зара сладкая. Не в рот почему-то вьешь, а по подбородку тоже красиво, но... Ага. Таким бородчиком. Мед кубы. И в конце урока хотелось бы сказать несколько слов о мониторе Бенки ПВ270. Мы уже рассказывали о нем. Монитор, созданный для производства кино, видео и фотопродукции, позволяет на всех этапах производства обеспечить надежную цветопередачу. Так получилось, что я последние две недели очень много работал на съемках кино. И там, кроме творческой работы, от меня еще требовалось, знаете, такая вот рекламная работа, когда надо четко снять фотографию, которая потом вставляется в готовый фильм. И очень важно и сохранить цветопередачу, и правильную позу, и нужен был большой монитор. И поскольку снимались портреты, очень важна была от монитора следующая функция. Покажу вам. Как вы видите, монитор ПВ270 может работать как горизонтальный, так и вертикальный. В плоскости это очень удобно для портретов. Вы видите сразу все изображение. Прекрасный монитор для работы. А теперь предлагаю всем перекусить. И мы решили продолжить урок вот в этом гостеприимном кафе «Хитрые люди» на винзаводе. Я хочу показать, как снять еду с помощью айфона. Вдруг у кого-то еще нет зеркальной камеры. Вы видите, достаточно темно, ночь. Конечно, можно включить фонарик и просто подсветить еду. Но это будет скучно и неинтересно. Ничего особенного. Мы же фотографы. Нам понадобится стакан и обычная вода. Посмотрите, какой великолепный световой прибор мы сделали моментально. Катя, поможешь мне? Вот получаются вот такие великолепные снимки. Мы можем менять высоту. Используйте свое воображение, мастерство. Давайте поменяем стакан. Я воспользовался самым обычным пластиковым. Посмотрите, совершенно другой рисунок. Чуть-чуть повыше. Давайте возьмем еще стакан. А теперь, Катя, попробуй вот так вот его. Да-да-да. Видите, пускаете волны. Экспериментируйте, пробуйте. Всем удачных съемок. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok